Приветствую, друзья. Вчера один знакомый в Кишиневе говорит по поводу моего паспорта. Нет безвыходных ситуаций, выход всегда найдется. А как найти? Где этот выход? Если этот архипреступный, архиподлый подонок поджинен, дал преступное указание, которое само по себе уже преступление, другим его подчиненным совершить тоже преступление, отказывать мне в замене паспорта, в выдаче нового паспорта. Звоню, не люблю повторяться, но что делать? Звоню в консульство Пашвена в Киеве, в Одессе есть консульство, там война, там есть консульство. В Кишиневе нет. Звоню в Киев, эта сука говорит, издевается эта сука. Я объясняю ситуацию, говорю, не могу перейти границу. Нет, ты должен лично явиться в консульство. Я говорю, пошлю адвоката с доверенностью, что напишет заявление. В принципе, и этого делать не надо, поскольку я сообщил информацию, они должны были принять действия. Консул в Киеве. Звоню в миграционную в Ереван. Звоню в миграционную в Ереван. Нет, это не наше дело, звоню в консульство. Звоню в консульство, опять все, уже кладут трубку, как только слышат мой голос. Твари, совершают преступление. Много раз звонил в Министерство иностранных дел Паршевяна. Как только мог, голос слышат, кладут трубку. Через твиттер обращался к этому подонку, гадюнышу, министру иностранных дел Паршевяна, его помощнику. По правам человека есть одна сука. Ко всем обращал, все игнорируют. Этому Шар Мишелю на английском писал. Евростана. Все игнорируют. Где же выход? Да, по правам человека. Они тоже проигнорируют. И дальше смотрю про Пидорса, суки. Да шокки, а практически. Здесь в Молдове тоже обращаться не буду. Миграционную, поскольку я рассказывал эту историю, обжалование и так далее. Миграционную последний раз звонил, они сказали, нам больше не звони, я не буду. Вообще я здесь никому обращаться не буду. Так где же выход? Где искать? Кстати, открывайте Твиттер. Поиск Еревана, Армения. Я уже лет 11-12 вот так пользуюсь. И Твиттер постоянно блокирует мои аккаунты. Удаляет. А сегодня обнаруживаешь приехавших, понаехавших из России этих пидорос. Какие-то мерзости. Мало того, что они в никах. Этих понаехавших из России, типа, в буквальном смысле. Мало того, что они в никах пишут. Ереван, Армения. Да еще по-армянскому оскверняют армянский алфавит. И этот пидорский их плак. Да ну вот кунэ, мигур. К Паршевену в гости они приехали. Пахтаралю, к осквернителю. Забыл сказать. В том числе и так называемые средства массовой информации. Знаете, сколько новостных каналов, сайтов в этой республике. Обращался никто, вот как лапши и другие. Все игнорировали меня. Один выход я называю, пожалуйста, ликвидация этой мерзопакостной республики. В том числе и потому, что нету здоровой политической атмосферы в этой республике. С одной стороны, бывшие власти карабахцы, их прихвостни омрачают эту атмосферу. Цах-цах, отца-цах, отца-цах. Эти 30 лет, это хорошо, что они были правы. Хорошо, что столько потрясений, бес, жертвы. Это хорошо. А с другой стороны, архиподонок Пашинян оскверняет все и вся в этой республике. И беспредельничает. Продолжает диктаторствовать и беспредельничать. Вот сегодня, например, вывели приговор матери погибшего в этой последней войне в Карабахе, который лично, по своей воле, этот ходячий, мозолящий, наверное, специально, говорят, что он специально ходит, мозолит глаза родителям погибших. Лично, по своей воле, этот Ашотик, его сынок, подсел в машину. Она как-то увидела ее, целехенького сыночка этого подонка. Естественно, с горяча сказала, вот из-за твоего отца наши дети погибли. Поедем, покажу могилы наших солдат, наших детей. И он лично подсел. Сегодня суд подонка Пашиняна признал ее виновной в похищении этого Ашотика. Беспредел. Что за мерзопакостная дрянь? Никол Пашинян. Представляете, после этой последней войны в Карабахе, этот сыночек, Ашотик, сыночек Пашинян-подонка, как будто специально, нарочно, в центре города продавал пиво. Как будто этот гад издевается, издевался над семьями погибших солдат. В 19-20-летиях. А его, такие кимора, жена и дочки, уродки, выставляли в соцсетях, какие у них эти новые наряды, дорогостоящую одежду, наборованные, естественно, с госбюджета деньги. А на какие еще? И полученные от, путем коррупции, от олигархов, так называемых олигархов, в фонд жены подонка Пашиняна. Наличие такого фонда, наличие у этой кикиморы жены подонка Пашиняна, в фонда, куда регулярно перечисляют олигархи большие суммы. Это, что ни на есть, самая ярая коррупция. А что вы еще ожидали от этого быдла деревенщины и Джаваска бы подонка Пашиняна? Герцы, Бозы и Тага. Николь, Герцы, Бозы и Тага.